В Азербайджане сохраняется морозная погода. Резкое похолодание последних дней привело к обледенению прибрежной полосы Каспия в северном регионе страны. Согласно сообщению метеослужбы, в северо-восточных районах страны зафиксированы низкие температурные показатели. Сегодня ночью и утром самая низкая температура на территории страны наблюдалась в губах Ачмазском регионе. Температура воздуха составила 13-17 градусов мороза в Габале закатали, Шеки 6-10 градусов мороза, в низменных районах до 5 градусов мороза. Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшироне составила минус 6 градусов. В относительно высокогорных районах города температура воздуха была еще ниже. По состоянию на утро 25 февраля на территории страны выпал снег. Скорость северо-западного ветра постепенно снизилась до 10-14 метров в секунду. По данным гидрометеорологической службы, на станции нефтяные камни высота волн на море составляла 2,5 метра. О текущей ситуации в столице расскажет моя коллега Альбина Абдурахманова. Альбина, здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте, Эльнара. В Баку сейчас минус 1, однако ситуация по сравнению со вчерашним днем улучшилась. Напомним, вчера гололед значительно затруднил движение на дорогах. Водителям автомобилей и общественного транспорта приходилось снижать скорость движения, однако из-за снежных дорог все еще происходят автомобильные аварии. Со вчерашнего дня на территории Азербайджана произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего погиб один. Пострадали 17 человек. Кроме того, в столице упал и получил различные степени тяжести 71 человек. Шестерым была оказана неотложная скорая помощь, остальные были госпитализированы. Коммунальные службы еще с 23 февраля, с вечера 23 февраля продолжают расчищать дороги. С помощью специальной техники сотрудники МЧС также работают в усиленном режиме. По данным синоптиков, непогода в Баку уже сегодня вечером должна закончиться, а завтра столичных жителей будет ждать солнечная погода. Температура воздуха может прогреться до 6 градусов Цельсия. Студия. Спасибо, Альбина. О погоде в столице рассказала моя коллега Альбина Абдурахманова.